Здравствуйте! Программа «Красный угол» рассказывает о важном регионе, о том, что и почему происходит вокруг и каким образом влияет на наши действия. Спросим, чтобы знать и объясним, чтобы быть в курсе. Сегодня в выпуске. Законы, правила, требования. Что нового в жизни россиян принес в сентябрь? Объем налоговых и неналоговых доходов в бюджет Ульяновской области на 2025 год превысит 82 миллиарда рублей. Это на 6 миллиардов рублей больше базы 2024 года. За счет чего? Самые острые вопросы родителей и школьников вызвали темы графиков обучения, организации школьных смен и внеклассного досуга. И, конечно, законности финансовых сборов. Во-первых, всех с приходом осени. Прекрасное время года. Будем стараться делать все для того, чтобы жить стало лучше, легче и немного счастливее. Каждый на своем месте. И начнем с законодательных инициатив и нововведений в стране. Центробанк ограничил количество одновременных займов до зарплаты только с одним. С 1 сентября ограничено применение плавающих ставок по кредитам и займам. Это ограничит риски резкого увеличения ставок для физлиц и микропредприятий. Теперь минимальный размер такого кредита должен быть равен величине среднемесячной номинальной зарплаты, по данным Росстата, умноженной на тысячу. Сейчас это около 74 миллионов рублей. Центробанк фиксирует ускорение роста задолженности по необеспеченным потребительским кредитам. В мае задолженность увеличилась на 2%, а годовые темпы роста задолженности превысили 18%. Это опережает динамику доходов населения и способствует росту долговой нагрузки граждан, говорит Центробанк. Продать ипотечную квартиру теперь проще. Ипотечники с просроченным долгом по жилищному кредиту смогут самостоятельно продавать жилье, находящееся в залоге, минуя процедуры суда и торгов. Однако обратиться к банку с заявлением о продаже квартиры можно будет только если он еще не подал в суд на заемщика. После получения заявления у банка есть 10 дней, чтобы принять положительное или отрицательное решение. Срок продажи ипотечного жилья 4 месяца, но он может быть продлен по соглашению сторон. Таксисты теперь страхуют ответственность перед пассажирами, как перевозчики обязаны это делать. Поправки в законе о такси гласят, даже если происшествие произошло не по вине таксиста, пассажир получит компенсацию от страховщика до 2 миллионов рублей. Для сравнения, до этого пассажир мог рассчитывать на компенсацию до 500 тысяч рублей и только в том случае, если автомобиль попал в ДТП по вине таксиста. Либо в той ситуации, когда у виновника аварии, если это не таксист, есть полис ОСАГО. Такси, по сути, приравнивают к общественному транспорту. Ну и сентябрь изменил порядок оплаты сверхурочной работы. Теперь он считается на основании полной заработной платы с учетом всех надбавок за квалификацию, сложность, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты. Ранее при расчете учитывался только базовый оклад, а он иногда мог составлять лишь 10-25 процентов всей зарплаты. Основной принцип оплаты сверхурочной работы остался прежним. Первые два часа оплачиваются сотруднику минимум в полуторном размере, последующие часы минимум в двойном размере. И школы коснулись изменения. О них мы будем говорить много сегодня. Вместо предмета технологии введен предмет труд. Вот мы на трудах обычно шили, готовили, а мальчишки строгали, мастерили молотками скворечники. Ну это бредки иногда. Основу безопасности жизни и деятельности предмет переименовали в другой. Появился предмет основы безопасности и защиты Родины. Вот тут и про безопасность физическую, оказание первой медицинской помощи, про медиаграмотность. И что интересно, предполагается подготовка отдельных специалистов по этому профилю. Практика покажет. Об экономике и налогах в Ульяновском районе. Осень – самый напряженный период формирования проекта доходной части областного бюджета на следующий 25-й год и два последующих. По итогам полугодия региональная экономика показывает рост. Индекс промпроизводств составил 114%. По Приворскому федеральному округу 105,4 – это третье место. По Российской Федерации 104,4 – 13 место. Мы сохраняем лидерство среди регионов России с самой динамично растущей промышленностью. С учетом этой положительной динамики в большинстве отраслей экономики объем внутреннего регионального продукта на 2025 год закладывается в размере 102,5%. Факт. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Ульяновской области на 2025 год превысит 82 миллиарда рублей. Это на 6 миллиардов рублей больше базы 2024 года. За счет чего? За счет продолжающегося роста зарплатных плат увеличивается доля НДФЛ – 24 миллиарда, промышленного сектора налога на прибыль – это 20,5 миллиардов рублей и плюс акцизы. Вот, например, ожидается 16-процентный рост поступлений по акцизам только на нефтепродукты, а они являются ключевым источником для дорожного фонда. Наибольшую сумму и долю поступлений в прогнозе 2025 года занимают акциз. Они запланированы в сумме больше, чем 24 миллиарда рублей – 30%. И конкретные примеры, конечно, есть. Ульяновский автозавод. Уже в ноябре Солерс перенесет производство пикапов с площадки во Владивостоке к нам на Волгу. В Владивосток займут сборкой междугородних, школьных автобусов, а в Ульяновске планируют собирать по 8-10 тысяч пикапов Солерс ежегодно. А работников УАЗа с 1 октября ждет повышение зарплат. Новые главы истории автозавода пишутся прямо сейчас. В основе не только работа по прямому профилю сборка внедорожников, но и выполнение нескольких инвестиционных проектов. В ноябре месяце мы с вами подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь прошло меньше года. Вы видите результаты наших трудов. Площадь практически готова к старту производства, к компонентам безопасности и к электронным компонентам. На новых площадях разместится производство полного цикла. Руля наладят выпуск ремней и подушек безопасности. Следующий этап – пиропатрон. Поставщики сырья по всем позициям будут отечественные. Выпуск блоков управления уникальный в масштабах страны начинания. Аналогов практически нет. Открыты и к промышленной кооперации, как межрегиональной, так и международной, а также к плотному взаимодействию с компаниями Ульяновской области. Сегодняшнее событие по старту этого производства. Здесь инвестиции более миллиарда рублей. Больше 1,2. Это только на начальной стадии. Сегодня мы говорим с коллегами о расширении этого производства. И к этому зданию, мы же сегодня с утра согласовали, будет дополнительный пристрой. Порядка еще 2,5 тысячи квадратных метров для расширения. На текущий момент новое производство предполагает более 200 рабочих мест. Расширение позволит принять еще больше сотрудников. До конца года цеха оснастят необходимым современным оборудованием. Старт намечен на второй квартал 2025-го. Развитие индустриальной площадки автозавода – одна из движущих сил региональной экономики. В свою очередь, предприятие пользуется мерами поддержки. За два последних года из областной казны получено около 4 миллионов рублей. Это дает возможность не просто стабильно выполнять план, но и совершенствовать технологическую оснащенность. Другая отрасль и другие масштабы. Аграрный сектор региона развивается и за счет фермерских хозяйств, и за счет инициативы самозанятых и обладателей соцконтрактов. Всплеск производства рыбы специалисты связывают с продовольственным эмбарго. Введение ограничений на ввоз отдельных видов продукции в Россию подтолкнул региональные рыбоводческие предприятия к развитию. Плюс, свое слово сказали меры поддержки производителям по национальному проекту «Мало и среднее предпринимательство». В этом году мы получили субсидии на 18 миллионов рублей. Что нам позволило? Нам позволило дополнительно увеличить мощность, выведить корма, закупить больше малька и, соответственно, показатели у нас растут. В этом году здесь произведут 270 тонн рыбы. На следующий год планируют перешагнуть планку в 300 тонн. Это стало возможным благодаря тому, что хозяйство подросло. Здесь появились два новых бассейна по 300 кубометров каждый, что даст в последующем возможность увеличить объем выращиваемой рыбы еще на 100 тонн. Параллельно с производством многие фермеры сегодня смотрят в сторону развития агротуризма. Рыбалка, отдых, экскурсии помогают сельхозтоваропроизводителям не просто привлекать дополнительные средства, но и развивать инфраструктуру близлежащих населенных пунктов, создавая дополнительные рабочие места. С 2025 года в России начинается первая за 25 лет модернизация налоговой системы. Она затронет не только граждан, но и бизнес. Повышаются лимиты на упрощенной системе налогообложения, вводится законодательное понятие дробления бизнеса, увеличивается ставка налога на прибыли организаций. Регионам с низкой финансовой обеспеченностью государства спишет две трети суммы по бюджетным кредитам. И эти деньги субъекты смогут направить на развитие своей коммунальной инфраструктуры или финансирование национальных проектов. А остальной остаток средств по госзаймам регионы смогут вернуть до 2030 года. Материал Совета Федерации. По большому счету прогрессивная шкала – это ответ на запрос, на запрос прежде всего нашего населения о справедливой системе налогоблажения. На мой взгляд, это действительно правильный ответ, и то, что правительство предлагает эти изменения, они по большому счету, как мы уже с вами только что обсудили, не коснутся лишь 3% наших граждан, а вот именно ответ на запрос на справедливость, он будет получен обществу. И если мы говорим про бизнес и про его, собственно говоря, реакцию на эти изменения, то, на мой взгляд, они будут незначительными и каких бы то ни было серьезных изменений среди налогоплательщиков не произойдет. Обращу ваше внимание, что за последние годы цифровизация системы нашего налогоблажения достигла настолько высокого уровня, что, по большому счету, на сегодняшний день у налоговой все известно обо всех, все понятно, и любой уход в тень тут же будет, я уверен, нашими налоговыми органами пресекаться. Более того, те изменения, которые мы видим в упрощенную систему налогоблажения, наоборот, позволят бизнесу не только не уйти в тень, а из тени выйти. Поэтому, если мы говорим о прогрессивной шкале, то я абсолютно убежден, что она не приведет к появлению каких-то дополнительных теневых доходов, и изменения, наоборот, действительно серьезным образом ответят на вызовы наших граждан. Ну вот вы упомянули упрощенку, давайте продолжим о ней говорить. Существенно, практически в два раза подняты лимиты по этому налоговому режиму. Кратко напомните нашим телезрителям, во-первых, что это за налоговый режим, и почему государство пошло на этот шаг. Я напомню, Алин, что на сегодняшний день под упрощенную систему налогоблажения попадали компании, которые имеют оборот до 265 миллионов рублей. Эти компании имели собственную систему налогоблажения, которая отвечала двум самым главным факторам. Первая, эта система была проста и понятна с точки зрения учета. Более того, ее подраздел, автоматическое упрощенное систему налогоблажения, фактически вообще исключало учет. То есть предприниматель работал, а по большому счету никаких учетных документов даже не должен был готовить. А с другой стороны, эта система обладала довольно простой системой самого по себе налогоблажения. То есть если предприниматель выбирал в качестве базы доходы свои, то есть всю выручку, которую он получает, он платил 6%. Если он выбирал доходы минус расходы, то его ставка была 15%. Это была и сейчас является, наверное, очень популярной системой. Системой, прежде всего, среди малого нашего бизнеса. Но главное, о чем говорили предприниматели, что вот они, когда 265 миллионов достигли оборота, дальше они сразу попадали в общую систему налогоблажения. И по большому счету у нас был ряд предпринимателей, которые, конечно же, нельзя отнести к малому бизнесу, но, скорее всего, это уже средний бизнес, у которого кратно увеличивалась налоговая нагрузка после перехода вот через вот этот вот уровень 265 миллионов. Поэтому президент, я напомню, еще на прошлом Питерском международном экономическом форуме поставил задачу найти сбалансированное решение, которое позволит с одной стороны ряд предприятий среднего бизнеса оставить вот в этой простой, понятной, доступной системе, но с другой стороны взвесит необходимую позицию с точки зрения интересов государства. И этот ответ был найден. Теперь с 1 января 2025 года у нас будет новая система, точнее говоря, модифицированная система упрощенной системы налогоблажения, которая вводит три новых шкалы. Первое. Все предприниматели, которые меряют оборот до 60 миллионов, будут работать по старым правилам. А я напомню, что это 97% тех предпринимателей, которые сейчас работают на упрощенной системе налогоблажения. То есть для большинства предприятий малого бизнеса ничего не поменяется, и до 60 миллионов они станутся на старой системе. А вот для тех предпринимателей, которые обращались, собственно говоря, с запросом, и этот запрос исходил не только от предпринимателей, об этом в том числе говорили очень много мы, сенаторы. Это постоянно вопрос обсуждался и был на повестке. Вот для тех предпринимателей, которые попадают уже в средний бизнес, но при этом не хотят вот этой дополнительной и бухгалтерской нагрузки, и дополнительной сложной системы. Для них вводится новая шкала до 250 и до 450 миллионов, при которой они могут остаться в тех же правилах, в той же упрощенной системе налогоблажения, но для того, чтобы учесть интересы государства, либо будут платить НДС так же, как платят крупные предприятия, либо, если они не хотят связаться с этим учетом НДС, то они могут платить, я бы назвал его, упрощенный НДС. 5%, если твой оборот до 250 миллионов, и 7%, если твой оборот до 450 миллионов. С началом нового учебного года самые острые вопросы родителей и школьников вызвали темы графиков обучения, организации школьных смен в первую или вторую, и внеклассного досуга. И, конечно, законности финансовых сборов. Напомним, в соответствии с законом об образовании в Российской Федерации, обязательства по ремонту или закупке пособий несут только муниципалитеты и только государственные органы. Руководство школы, учителя не вправе даже просить родителей оказывать финансовую поддержку на обеспечение образовательного процесса. Сбор денег на охрану так же не обоснован в законе, и только если у родителей есть желание усилить охрану, они могут добровольно делать это за собственные деньги. В случае нарушений можно обратиться с жалобой к руководству школы и в любой вышестоящий орган – прокуратуру, Роспотребнадзор, Рособранадзор, Министерство просвещения. О ремонтах ульяновских школ мы говорили много. Работают программы капитального ремонта с протяженностью в два года. Есть текущие ремонтные работы, где-то подрядчики не успели к сроку и начало учебного года сопряжено с неудобствами. Я говорю про вторую смену. Но большинство школьных объектов региона приемку прошли и начали учебный год в обновленном состоянии и с новым наполнением. С лету в новый нацпроект вошли всего 20 регионов-пилотов, в том числе и Ульяновская область. Сыграли роль как наше участие в производстве боевых дронов «Пирания», так и подготовка специалистов по баз, гражданского профиля на базе авиаколледжа. Именно поэтому он вошел в проект наряду с 17 школами в 8 муниципальных образованиях региона. Все они соответствуют базовым федеральным параметрам. 83 педагога будут реализовывать данные программы. Все 100% прошли теоретическую составляющую и буквально 20% за сентябрь пройдут еще практическую составляющую, которую не успели пройти в течение лета. Таким образом, образовательная организация нашего региона готова к реализации современного проекта по беспилотным летательным аппаратам. Среди тех, кто прошел все подготовки, а кроме того, имеет за плечами трехлетний опыт работы по направлению, Сергей Петров, педагог одного из кванториумов. Работа рассчитана на учеников 5-11 классов, тренироваться которым придется в управлении не только пультовыми дронами, но и FPV-версиями, где используются VR-очки или шлемы. При этом придется не только поднимать коптеры ввысь. Ученики попробуют себя буквально на каждом этапе с ноля. Кто-то может, допустим, проектировать беспилотники, то есть создавать каркасы в программе по 3D-моделированию Компас 3D. Кто-то может больше всего в технике, это конкретно создание электросхем, кто-то может в программировании. То есть команда всегда получается разношерстной и, соответственно, каждый занимается своим делом. Программа обучения состоит из кластеров и очень гибкая, так что команда, работающая над одним проектом, может быть разновозрастной. Под потребности дроносоздателей и дроноводов в каждой школе отведены три помещения. Зона проектировки – малая полетная для начинающих и большая полетная. Под нее закреплено оборудование в спортзал. С учетом полного обеспечения всех участников нацпроекта БАС необходимым инструментарием, дело пойдет без сбоев, и уже к концу этого учебного года можно будет ждать первых значимых результатов. Интересные показатели на статистике педагогической занятости на местах. Сапкоры российской газеты в обзоре от Дальнего Востока до центральной части страны выяснили, как регионы пытаются удержать на своих территориях молодых учителей. Потому что педагог стареет, и, увы, профессиональные кадры сегодня в дефиците. Всего 23% педагогов в школах по данным Минпросвещения не больше 35 лет. При этом 25,5% от 55 до 65 лет. Стимулы у каждого региона свои. В Челябинской области учителям до 35 лет, отработавшим в школах один год, выплачивают премию в 60 тысяч рублей, при стаже два года – 100 тысяч, а после трех лет работы – 140 тысяч. В Ленинградской области специалисты до 35 лет могут рассчитывать на одноразовую выплату в 100 тысяч рублей. 200 тысяч положено учителям за личную победу в профессиональных конкурсах и 150 тысяч за призовое место. В селах Башкирии, где живут не более 20 тысяч человек, молодых педагогов поддерживают грантами за профессиональные достижения в 690 тысяч рублей. С условием педагоги-победители должны проработать в сельской школе не менее 10 лет. А в Омской области все молодые сельские учителя получают стимулирующие 20 тысяч рублей в год и подъемные 108 тысяч рублей на жилье. Эксперты уверены, что не все кроется в зарплатах, выплатах, соцпакетах и льготах. Есть острая потребность в новом подходе, новых смыслах. Нужно формировать в обществе ценность труда учителя. Закон о педагогическом работнике Ульяновской области инициировала в пионерском режиме, одними из первых. Теперь за дело. Яркие изображения современного центра детских научных инициатив пока что на бумаге. Задача полностью обновить классы химии, биологии, физики и информатики, дабы создать все условия для развития способностей молодых ученых. В настоящий момент 5 кабинетов уже отштукатурено, на последующие 6 и рекреация. В настоящий момент завезено часть оборудования. Часть оборудования находится на этапе аукционных торгов. Привезли 3D принтера, 3 фрезерных станка, 30 ноутбуков, 15 мискороскопов и 2 многофункциональных центра цветной и черно-белой лазерной. Современные лазерные и нейротехнологии, беспилотная авиация, программирование, искусственный интеллект и 3D моделирование – это лишь некоторые направления образовательной программы. Такие курсы для учеников – возможность не просто послушать лекцию, но и воплотить на практике свои идеи. Вот сейчас у нас подключен 3D принтер, то есть как он работает. Здесь вот поставляется пластик вот в такой форме, то есть он как в катушке идет. Далее на компьютере нужно создать изображение, то есть которое потом с помощью нагрева производит, автоматически печать вот этот принтер делает. И, например, просто вот мы тестировали, вот такой кубик можно сделать из этой проволоки. Вот такой кубик печатать в 30 минут. Два-три занятия в неделю без вреда для учебно-воспитательного процесса. Обучаться в новых классах смогут не только ученики 24-й гимназии, но и близлежащих школ под руководством подготовленных педагогов. Реализация нацпроекта образования, то есть вместе с тем, что мы поставляем новое оборудование, в течение лета до 1 сентября преподаватели, которые будут работать в рамках Кванториума, должны пройти курсы повышения квалификации. И здесь, в этой школе уже данные курсы педагоги прошли. И сейчас о сборах в школу. Дорогая дорога в поход за знаниями. Почему-то сегодня незаметно были школьные ярмарки. Тренд в подготовке к новому учебному году поменялся. Закупки чаще, видимо, делают в режиме онлайн. Маркетплейсы, к тому же, дают скидки и приятные бонусы. По данным платформы ОФД, оператор фискальных данных, куда поступают сведения о кассовых чеках, медианная стоимость набора товаров, необходимых для подготовки ребенка к школе, к началу августа составляла более 14 тысяч рублей. Что случилось к началу сентября умалчивает. Акции «Помоги собраться в школу» – это хорошая традиция в нашем ульяновском регионе. Помогаем. Великое начинается с малого. И первым шагом к большим победам может стать школьная линейка 1 сентября. Событие по-своему торжественное и трогательное. От того, насколько оно останется запоминающимся для ребенка, зависит во многом от родителей. Процесс получения очень простой. Нужно всего лишь взять справки в школе, что дети действительно будут обучаться на следующий год. Нужно взять свидетельство о рождении и удостоверении. Либо многодетной семье, либо статус, подтверждающий малобеспеченность. По нужде. Кому что нужно, то и покупать. Нужен рюкзак, значит, в этом году рюкзак покупается. Ежегодная акция «Помоги собраться в школу» – серьезное подспорье в подготовке к новому учебному году тем, кому самостоятельно это сделать непросто. Для многодетных и малообеспеченных семей, семей участников СВО, новая спортивная форма, тетради, карандаши, ручки и краски. От представителей власти, бизнес-сообществ, членов региональной общественной палаты. Мы хотим, чтобы люди, семьи, дети, которые получат наши подарки, чувствовали эту заботу. Мы постарались учесть все их интересы. Здесь и канцелярские товары, здесь и игры настольные, поскольку мы знаем, что год семьи, а в год семьи семья должна играть вместе за одним столом. Здесь и спортивная форма, здесь и всякие, в общем, все вещи, которые обязательно понадобятся ученикам. Мы ежегодно помогаем и будем помогать. А с Димой, которому вот этот вот замечательный мячик, обязательно мы с ним сыграем и будем победить. К полу неравнодушных присоединяются и сотрудники правоохранительных органов. Для будущих учеников в качестве подарка не только школьный набор, но и незабываемые эмоции от экскурсии. К примеру, в первую пожарно-спасательную часть, где каждый ребенок может почувствовать себя в роли огнеборца. С 2015 года сотрудники главного управления МЧС России по Ульяновской области принимают участие в областной акции «Помоги собраться в школу». За этот период сотням ребят из детских домов, их семей, попавших с тяжелой жизненной ситуацией. Особое внимание про проведение акции уделяется детям личного состава подразделений из числа многодетных семей, детям погибших сотрудников и, конечно же, всем первоклассникам. Конечно, это приятно, когда наша служба может помочь детям со школьными материалами. Это здорово. Конечно, это родителям всем будет в помощи. Сегодня помощь в подготовке к школе получили более 19 тысяч детей. Во благо успешного начала нового этапа в их жизни. Не привыкли мы скучать, хотим знания добывать, чтобы по всем предметам школьным лишь пятерки получать. Екатерина Горбачева, Павел Асланиди, репортер 73. И еще про школу из области нововведений. Запрет с 1 сентября в школах введен не только на мобильные телефоны, но и на умные часы, сим-карты и другие устройства, которые могут получать СМС-сообщения. Использовать средства связи можно только в экстренных случаях, когда есть угроза жизни или здоровью у школьников и преподавателей. А возвращать детям телефоны на переменах или только после уроков должны будут решить сами родители и руководство каждой школы вместе. Ключевое слово «вместе». В этом году в России открылось более 50 многофункциональных семейных центров. Спектр услуг от оказания психологической помощи до юридической консультации о оформлении социальных выплат. Есть запрос, есть трудная ситуация. Не нужно молчать. Нужно использовать новый формат работы. В год семьи внимание к семье должно быть неформальным. Диагностика ситуации, разработка индивидуальной программы предоставления разного спектра услуг, маршрутизация до окончательного разрешения сложной жизненной ситуации. Многофункциональность – основной признак работы специалистов семейного центра. Каждая семья, если имеет с детьми, имеющие проблемы, может обратиться в наш центр и получить все виды услуг, которые мы оказываем. Работают в каждом муниципальном образовании в Яновской области, где непосредственно услуги могут получить здесь и сейчас на месте. В режиме одного окна помогут с вопросами выплат и социальных гарантий, окажут юридическую помощь, разберут проблему супружеских отношений. Алена Парфенова – мама троих детей впервые обратилась за помощью к специалистам после расставания с любимым человеком. Психолог очень хороший. То есть от него первый раз я вышла, то есть знаете, как-то вот прям именно облегчение. То есть все стало как на свои места, как нужно. А вторая – я обращалась за помощью к юристу. То есть юрист тоже меня проконсультировал по многим вопросам. Да, правильное, то есть вот именно куда обращаться и что делать дальше. Правильное направление не только к решению взрослых вопросов. Особое внимание проблемам в воспитании детей. Для подростков, которые переживают непростой период, индивидуальные беседы с психологом. Для дошкольников и младших школьников – подготовительные группы. Не все дети ходят в детский сад для того, чтобы у них была достаточная подготовка. Не все дети имеют достаточный уровень именно психофизиологической готовности к школе. Сейчас мы встречаемся с тем, что дети у нас очень развиты интеллектуально. Они, правда, очень много знают, много чего умеют. Но им очень сложно следить за собой. Быть внимательными, быть осредоточенными, удерживать позу во время урока и не вертеться. К усвоению образовательных программ по своему содержанию сложных для ребенка, только получившего статус ученика, готовят по специально разработанной методике. В основе четыре блока занятий. Привела ребенка шестилетнего на групповые занятия для того, чтобы он больше коммуницировал со своими сверстниками, развивался в виде игры. То есть дети познают мир с помощью игр. Также развивает мелкую моторику, воображение. Мы за короткий промежуток времени научились, ребенок научился писать прописные буквы, то есть которые он раньше даже и не видел. Отсутствие внимания и сосредоточенности на обучении, трудности в общении с одноклассниками и педагогом, список неисчерпывающий. Двигательные упражнения и сенсорно-моторные игры необходимы для нейропсихологической коррекции. Посмотрите, нужно работать с ритмами, которые ты слышишь, которые ты видишь. Здесь идет сразу и визуальная, и аудиальная стимуляция ребенка для того, чтобы он на нее реагировал. Ритмы тесно связаны с нашим чтением и письмом. Вся наша деятельность очень ритмична. И если у ребенка этот компонент пока западает или недостаточно хорошо отработан, то мы предлагаем занятия при помощи этого оборудования. В школу с радостью не только звучное название для рабочих групп, но и девиз, которому на протяжении всего учебного года учат следовать школьников и их родителей. А в завершение об отпуске для представителей стрессогенных профессий. И даже законопроект о дополнительных днях отпуска Госдума планирует рассмотреть в свою осеннюю сессию. Так впечатлились народные избранники исследованиями портала Суперджо. Попрос подтвердил. Каждый третий россиянин хотя бы раз плакал на работе. 52% женщин, возможно, там были и учителя, и 7% мужчин испытывали грусть на рабочем месте. Делаем выводы. Всем желаю провести наступившую осень без слез и дома, и на работе. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова